Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули у нас сегодня с вами. Не просто так эта свечка и эти тортики, а все потому, что 1 ноября у моего отца день рождения. Я хочу вместе с вами поздравить папу. Я знаю, что именно этот мукбанг он обязательно будет смотреть. Я хочу сказать тебе, папа, огромное спасибо за все то, что ты для меня делал. Ты делаешь, я тебя безумно люблю. Желаю, чтобы ты прожил до 100 лет. Всего-всего тебе наилучшего, хоть сейчас мы не рядом с тобой, сердцем и душой мы где-то рядом. Сейчас загадаю желание для папочки. Самое заветное. Я знаю, что мечтает мой отец больше всего. И это не материальное, вам скажу так. Ура! А тортик будет есть дочка. В общем, такая у нас с вами поляна. Это не мороженое, а вот такие конфетки в форме мороженого. Очень аппетитно выглядело. Я решила купить тортик такой Oreo. Очень жирный торт. И я чуть не поругала с девушкой, которая все это упаковывала. Вы прикиньте, вот этот торт она собиралась упаковать вот в такую упаковочку. Но блин, все же будет в кашу ничего. Все равно вы это дома будете кушать. Ну да, может быть, у меня гости. Может, я мукбанкер. Ты не подумала об этом? Ой, какой вкусный. Обожаю торт с ниткой. Еще киви здесь. Кусочки. В общем, хочу вам немножко рассказать про моего отца. Мой отец был самым лучшим отцом на всей планете. Его очень сильно люблю. Бабушка всегда о нем рассказывает только с положительной стороны. Бабушка рассказывала, когда мой отец был маленький, у него были старшие братья, сестры. Все ходили в школу. Он был самый маленький, поздний ребенок, так скажем. Ему всегда было завидно, что 1 сентября все идут в школу, только кроме него. В общем, когда ему было 5 или 6, в общем, был маленький для школы. Он начал прям вовсю плакать, рыдать. А бабушка хотела как-то угодить ему. Отправила его в школу. В школе сказали, что он еще маленький. Возьмите справку откуда-то там из города, что реально он может пойти в школу. То есть он готов именно умственно. Бабушке было неохота ехать в город. А как вы знаете, моя бабушка тот еще мошенник. Я вся в нее. В общем, что сделала моя бабушка? Сама от руки написала эту справку на бум. И что делать с печатью? Не было печати. Бабушка взяла чернильницу, на которой сзади было написано какие-то слова. Такая круглая чернильница. То есть задница чернильницы, так скажем, дно. Там было что-то написано. Она измазала в черниле. И поставила такую печать. Не было понятно, что именно написано на печати. Но прям явно было видно, что это печать. В общем, эту справку дали директору школы. Директор школы повелся. Взял моего отца в первый класс. А потом как-то директор пришел к нам в гости. Спустя, наверное, где-то года 3-4. И бабушка рассказала историю, как она его обманула. Директор, на удивление, очень разозлился. Сказал бабушке, что так делать ни в коем случае нельзя. Я не заметил, взял эту справку. Завтра меня могли бы уволить. За то, что я не перепроверил. То есть, получается, это меня как бы подставило. Бабушка как-то изначально не восприняла это все всерьез. И когда директор узнал о том, что произошло, уже мой отец шел в 4-й, по-моему, класс. В 3-й или в 4-й класс. И было уже поздно. Так как у меня дед был врачом, очень таким, знаете, уважаемым человеком на деревне, бабушке тоже как-то доверились, что она действительно поехала в город, взяла эту справку, приехала обратно, предоставила эту справку. Никто-то не знал, что бабушка – мошенник. Ну, я думаю, папа был доволен, что он тоже идет в школу. Учился он очень хорошо. На все пятерки. У него была только одна четверка, по-моему, по-русскому. Вот так все пятерки. Он все годы шел в школу с удовольствием. Не то, что его заставляли, он не хотел учиться и так далее. Получал кайф от похождения в школу. Что не скажешь обо мне. Я ненавидела школу. Бабушка, если бы знала такую реакцию директора, она бы, наверное, не стала об этом говорить. Она просто подумала, что директор вместе с ней посмеется над этим. Типа такая шутка. Но реакция была так себе. Он даже в какой-то степени разозлился, что его так подставили. Но есть это такой важный документ. На мой взгляд, здесь косяк директора прежде всего. Он должен был перепроверить, посмотреть внимательно, а потом вкладывать уже в журнал и брать ребенка. Но все были счастливы. Папа на год раньше закончил школу. Многие в комментах пишут, что это не бабушка твоя, а прабабушка, потому что бабушке не может быть 90 лет. Мой папа самый младший, поздний ребенок в семье. И получается, папа тоже женился не рано. И я, получается, его младший ребенок. То есть папа два ребенка, я младшая. Именно поэтому такая большая разница между мной и бабушкой. И она не прабабушка, а именно бабушка моя. Орео вкусная. Но больше всего мне нравится вот этот. Вот такая вот ситуация была у меня у отца. Потом все 10 классов. В то время 11 не было, 10. Он отучился хорошо. Потом поступил, по-моему, в полицейскую какую-то академию. Что-то там быстро закончил. И устроился на работу. Но я могу ошибаться. Но я точно знаю, что папа работал в полиции. Женился на моей маме. У него появилось два ребенка. Старший, братик и я. Младший. И папа захотел переехать в город. Папа вообще очень целеустремленный человек. Всю жизнь был. Всегда хотел чего-то большего. Он просто видел, что в деревне, например, не было учительницы по одному предмету. А следовательно, значит, этот предмет мне не будут проходить. А мой отец очень хотел, чтобы его дети получили высшее образование. И в деревне это все было очень сложно. Он начал задумываться о переезде в город. Но моя мама была против. Прикиньте. Обычно женщины наоборот. Своих мужей подстрекают, что давай что-то делай, давай как-то развиваться. А у нас с мамой и папой было все наоборот. Папа хотел переехать, а мама была за стабильность. В один день папа написал заявление, что он уходит с работы. Поставил точку в своей карьере и уехал, не сказав никому. Устроился на работу, нашел место для проживания, а потом перевез нас. Вы знаете, я очень благодарна своему отцу за этот шаг. Прям очень. Потому что в этой деревне, как правило, где-то до 20 лет все девочки выходят замуж, уже создают семью, никто образование не получает. Да и вообще в школе тоже там образование так себе. Учителя сами свой предмет не особо знают, поэтому я реально благодарна своему отцу, что он не послушал маму, не послушал бабушку, а сделал так, как он считает нужным. Возможно бы сейчас моя бы жизнь сложилась абсолютно по-другому. лет где-то в 17 я бы, наверное, вышла замуж, как и все деревенские девочки. У меня сейчас было бы несколько детей, хозяйство, огород и так далее. Я закончила универ. У меня есть офигенная работа. У меня есть офигенное хобби. У меня нет детей. И вот меня сейчас захейтят, я уверена, и опять же это скажу. Я благодарна Богу, что я не замужем, у меня нет детей. Я реально счастлива. Я проживаю свою молодость. И хотя бы до 30 лет я хочу жить для себя. То есть я благодарна, что у меня сейчас нет детей. Идеальный возраст для того, чтобы завести ребенка, для меня это 33 года. Мой отец во всех моих начинаниях меня поддерживал. Иногда, когда я училась, например, в Саратове в классе, мне девочки из других кавказских семей рассказывали о том, что папа ничего не разрешает, папа все запрещает, вмешивается во все. Я могу сказать так. Мой отец в этом плане был просто идеален. Он никогда не вмешивался, наоборот, всегда поддерживал. Когда я была на первом курсе универа, у меня появилась идея, как можно зарабатывать деньги. Я решила делать гель-лак в домашних условиях просто за мизерную стоимость. Это было 150-200 рублей, прикиньте, за гель-лак. Но я могла сделать только однотонное покрытие. Но для меня тоже это были деньги, почему нет? А клиентов было дофига. За такую стоимость, пожалуйста, все приходили. Даже в инстаграме, вы знаете, рекламу не покупала. Само по себе приходит клиент, потом приходит ее подружка и так по цепочке. Какое-то время я на этом хорошо зарабатывала. У меня в день было по 5 клиентов, прикиньте. И уже потихоньку, с каждым разом получалось все лучше и лучше. Но когда у тебя получается не супер, из-за твоей стоимости никто тебе ничего не предъявляет. Изначально в шапке профиля я тоже писала, что я то есть не профи, я начинающий специалист. Сначала бесплатно девчонкам делала, а потом уже потихоньку подняла стоимость. И совсем бюджетно делала. И, кстати, так мы познакомились с Шелли. Я буду благодарна каждому, кто напишет в комментариях поздравления для моего папочки. Я его безумно люблю. Надеюсь, что он тоже гордится мною. На этом все. Все было очень вкусно, но сладкого много не поешь. Спасибо огромное за то, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok